Привет! Сегодня я выпустил новую бюджетную модель, которая называется A2, и меня давно просили снять обзор про этот телевизор. У меня сегодня именно такой телевизор в 43-й диагонали. И чтобы обзор был не скучный, я решил сравнить его с прошлогодней моделью, которая называется P1. Почему? Потому что ценник у них будет одинаковый, то есть вроде как у нас новинка, она должна стоить дороже, а нет, она стоит практически так же, как и прошлогодняя модель P1. Очень важный момент, что в каждой диагонали может стоять разный тип матриц. Так, к примеру, в 43-й диагонали 100% стоит ADS матрица. В больших диагоналях, в 50-й и в 55-й диагонали нам обещают VA матрицу. Но более точно я смогу сказать, когда у меня будет эта диагональ на обзоре. Если вам понравится такой обзор, не забудьте поставить лайк, и я пойму, что вам нравятся такие сравнения. Я сравню уже 50-ю диагональ, к примеру, с диагональю от TCL. Я думаю, эти телевизоры самые популярные, и такой обзор будет максимально вам интересен. Если вам понравится этот телевизор, вы можете купить его у меня. Ссылку я оставлю в описании под видео. То есть вы можете перейти под этой ссылкой, связаться со мной, и я вам помогу сделать покупку. Первое, с чего хочется начать, конечно же, это внешний вид. И здесь действительно есть большие изменения. Первое, что Xiaomi сделала, это ножку они отцентровали. То есть у нас теперь не как обычно в китайских телевизорах, да и во многих, в принципе, телевизорах, две ножки по бокам, и они очень сильно отдалены. Теперь у нас две ножки, они близко к центру, и сверху ставится вот такая заглушка. То есть это, в принципе, муляж. То есть далека это смотрится, как ножка посредине. Это многие, кто сейчас делает. Так делает Samsung, так делает TCL. То есть это вот красиво, вроде как просто для красоты, чтобы смотрелось. То есть с точки зрения устойчивости, эта декорация никак не влияет на устойчивость. И внешний телевизор стал более аккуратный, более тонкие рамки, изменили цвет. Изменился логотип, теперь не просто Mi, а написано Xiaomi прямо посередине. И, в принципе, визуально все в черном цвете, однородно, и смотрится уже как-то более аккуратно, более интересно. Чем это смотрелось, допустим, в версии P1. То есть дизайн внешнего корпуса изменили в лучшую сторону, и мне нравится. По крайней мере, если он будет стоять на витрине, на фоне большинства конкурентов, он будет выделяться. Здесь действительно есть изменения. Следующее это сборка. Давно не видел сборку Xiaomi в Китай. Часто встречалась либо Россия, либо Беларусь. Именно эта модель, которая сзади меня, эта сборка идет в Китай. То есть, в принципе, не знаю, насколько это важно, но вы должны знать, что бывают три сборки. Россия, Беларусь и Китай. Это треснанные сборки, которые завозятся и которые я видел. Следующее это пульт управления. Абсолютно одинаковые пульты. То есть их никак не изменили. То есть полностью, в принципе, если их рядом положить, вы даже не поймете, какой от какого телевизора. Потому что это одинаковые модели. Еще бывает расширенная версия, где много кнопок и, опять же, она как-то комплектуется по-разному. То есть не всегда можно понять, какой пульт у вас будет в комплекте. Поэтому, в принципе, скорее всего, будет вот такой, но может быть еще вот такой. По разъему здесь без изменений. Абсолютно сзади они одинаковые. Разъемы находятся с левой стороны. Здесь у нас идет три HDMI разъема, два USB. Разъем под наушники, то есть можно подключить наушники. Для некоторых это может быть важным. Снизу у вас есть подключение AV-разъема, то есть старого сигнала аналога. Также у вас идет подключение интернет-кабелем напрямую. Тюнерат, два тюнера, спутниковый тюнер. И подключение SPDIF, то есть подключение оптики. То есть по разъему у нас есть все, ничего не удешевили. И также есть два USB-разъема, что тоже приятно, так как тот же TCL удешевляет до одного. Следующее это Smart. Здесь абсолютно без изменений, что в A2, что в P1 у нас стоит Android TV 10 версии. То есть даже в A2 не сделали 11, то до сих пор стоит 10 версия. Здесь абсолютно все одинаковое. Абсолютно одинаковое железо. Ядра Cortex-A55 с частотой 1500. Точно такие же, как в P1. То есть по железу, по оболочке абсолютно одинаковые телевизоры. Даже если мы зайдем в настройки, здесь полностью одинаковые пункты, одинаковая калибровка. То есть полностью никакой разницы ни в оболочке, ни в настройках. Никакого пункта здесь не изменили. То есть они абсолютно одинаковые. Самое важное, что хочется сказать именно по Smart, то что у Xiaomi очень хорошая оптимизация. В сравнении с его конкурентами чуть выше частота. Потому что многие китайские телевизоры в этой цене при таких же ядрах имеют частоту 1300, у Xiaomi идет 1500. И при более высокой частоте они лучше оптимизированы. Если сравнивать с конкурентами, действительно смарты работают чуть-чуть быстрее и меньше тупят, меньше зависают. То есть в плане своих конкурентов, что P1, что A2 мне нравятся. То есть действительно в этом плане они близко к лидерам. То есть на первых ступеньках. Второй момент, то что здесь стоит Android TV. Они как многие приходят на Google TV. Android TV он визуально интереснее. Плюс вы можете кастомизировать под себя. То есть вот эти все иконки вы можете менять местами, делать постеры. И это смотрится визуально красивее и удобнее. Плюс опять же у Xiaomi есть свой лаунчер Patchwall. То есть здесь вы тоже можете поиграться с ним и может что-то для себя интересное найти. Ну и конечно же, так как это Android, здесь легко ставятся любые сторонние пункты. Приложения, включая торренты онлайн. То есть здесь вас никто никак не ограничивает. Вы можете смотреть как официальные, так как здесь сертификаты есть, так и сторонние приложения вы можете устанавливать. То есть в плане смарта Xiaomi действительно лидеры в бюджетных телевизорах. Дальше хочется продолжить тему сильных сторон этих телевизоров. То, что в P1 Xiaomi добавила MEMC и конечно же в A2 он есть. То есть это уплавнялка. Проблема была прошлогодних серий и бюджетных телевизоров в том, что там не было уплавнялки и на динамических сценах картинка сильно дергалась. Здесь же это добавили и здесь такой проблемы нет. Как, к примеру, допустим, в модели 4S и у многих китайских бюджетных телевизоров MEMC может не быть. То есть в самых дешевых телевизорах нет этой функции и картинка имела дрожание на динамических сценах. То есть это сильная сторона, что P1, что A2. Здесь опять же отличий никаких нет. То есть и там, и там это есть. И вы должны знать, что если вы хотите телевизор дешевле, обратите внимание на эту функцию. Ну и теперь самое главное. Стало ли лучше? Стал ли A2 лучше, чем P1? Но чтобы это понять, нужно понимать, одинаковая ли у них технология. Первое, что я хотел проверить, это одинаковые ли матрицы. У обоих телевизоров стоит тип матрицы ADS. Я специально сфотографировал их структуру, чтобы понимать, изменилась ли структура. То есть одинаковые матрицы или нет. Вот видите фотографию на экране. То есть это абсолютно одинаковые матрицы. Второй момент, это тип подсветки. У обоих телевизоров используется директ лайт подсветка. Здесь тоже все одинаково. То есть технически это абсолютно одинаковые телевизоры. Разница будет в калибровке и разница будет в обработке. На что я хотел и посмотреть. То есть вы должны понимать, что никогда вам за одну и ту же цену лучше через год, через два не сделать. Может через пять лет, но опять же инфляция и все остальное, и ценники уже будут другие. То есть технически это абсолютно одинаковые телевизоры. Изменили только внешний вид корпуса и ножки. Пульт, настройки, тип матрицы, тип подсветки остался такой же. Но это опять же мы все видим. Давайте посмотрим конечный результат. Давайте тестировать картинку. Первое, с чего хотелось бы начать, это конечно же черный. Так как это ADS матрица, у них скорее всего будут с этим проблемы. Я включил тесты на черный, поставил их рядом. Я был немного удивлен, когда А2 показал сильные засветы. То есть вот вы видите их на экране. И контраст у них тоже немного отличался. Но больше всего меня смутило именно засветы на А2. Но тут есть опять же один момент. Дело в том, что эти засветы могут быть и на P1. То есть здесь не значит, что А2 стал хуже. Это значит, что вот такие проблемы с засветами могут быть как и в P1, так и в А2. Просто этот экземпляр попался вот с такой проблемой. И самое интересное, что в магазине, в этой проблеме скорее всего не увидите. То есть эту проблему глобально вы сможете увидеть только если вы выключите свет и включите вот такие тестовые ролики. Правда А2 показал себя в принципе вот такой засвет даже не в тестовых роликах. То есть видно было снизу вот такой засвет от подсветки. То есть он как ореольчиком снизу выдавал. То есть довольно-таки сильно. То есть такая проблема, повторюсь, может быть в любом. И в P1, и в А2. И увидеть, к сожалению, вы сможете ее только дома. Следующий момент это SDR ролик. Я включил на обоих телевизорах SDR сигнал. То есть я включил YouTube, разные трейлеры. И первое, что бросается в глаза, это калибровка. Она у них разная. В А2, при том, что я зашел в настройки, визуально настройки абсолютно одинаковые. Опять же, все ползунки, все настройки в цифрах все одинаковые. Так вот в А2 цвета немного краснили. То есть видно, что оттенок уходил в красный. И контрастность была больше накручена, чем в серии P1. В P1 цвета смотрелись более мягкие. Правда, лицо оттенок уходил немного в зеленый оттенок. То есть в принципе А2 уходит в красный довольно-таки сильно. P1 немного уходит в зеленый. Но опять же, есть такой момент, что может быть на разных заводах и на разных моделях просто применяется немного разная калибровка. Потому что, повторюсь, тип матриц у них одинаковый. Ну и что хочется сказать по поводу SDR сигнала. Что в принципе из-за того, что это маленький размер, не так сильно бросаются погрехи с артефактами, с какими-то проблемами, так как это всего лишь 43 диагональ. То есть в принципе здесь все терпимо. Конечно же, китайские телевизоры больше любят хороший сигнал, где меньше сжатия. И такие телевизоры будут смотреться хорошо. То есть на демо-роликах такие телевизоры будут смотреться хорошо. Ну и в темных сценах небольшие потери в деталях есть. Но поверьте, бывает и хуже. То есть на темных сценах потеря деталей в тенях, конечно же, будет. Так как это DS-матрица. Но, повторюсь, бывают модели, которые откалиброваны еще хуже, чем эти телевизоры. А вот на HDR-контенте A2 смотрелся более привлекательно. Из-за выкрученного контраста. Первое, во-первых, не так бросалась калибровка с красным. То есть в принципе, может на HDR-е такой проблемы нет. То есть визуально просто картинка смотрелась более контрастнее, более сочнее, чем это смотрелось на P1. То есть на играх, на демо-роликах, на каких-то HDR-фильмах это будет смотреться немного интереснее, чем в P1. Но эта разница не будет в два раза, конечно же. Так как яркость и контрастность у матриц будет одинаковая. Но немного эта разница видна. То есть на HDR мне понравился больше P1. На HDR мне понравился больше A2. Звук у обоих телевизоров, конечно же, слабый. Как и во многих китайцах. То есть какая проблема? Он громкий, но нет детализации. То есть для просмотра каких-то фильмов, новостей еще более-менее. Но детализации вы в этих телевизорах, конечно же, не получите. Хотите лучший результат, в принципе, в нем есть Bluetooth. То есть вы можете подключить какую-то колонку, либо через оптику какую-то акустику. Здесь, конечно же, выбор за вами. Но, как и в большинстве китайских телевизоров, звук будет так себе. Следующий момент – это игры. Меня часто спрашивают, можно ли такие телевизоры брать для игр. Почему нет? В принципе, так как это телевизор 4К, вы можете играть 4К 60 FPS. То есть, в принципе, играть на таких телевизорах вы сможете. Единственное, конечно же, если у вас будет последняя PlayStation 5, либо последняя Xbox Series X, вы не получите ни настоящий HDR, вы не получите 4К 120 Гц, вы не получите режим VRR, то есть поддержку переменной частоты. Поэтому то, что вы купили недешевую приставку, которая стоит 700-800 долларов, смысл покупать к ней телевизор, который стоит 400-500 долларов образно. То есть, если вы хотите получить все эмоции от приставки и вытащить с нее по максимуму, конечно же, этот телевизор будет стоить от 1000 долларов. То есть, это ответ ребятам, которые спрашивают по поводу приставок. Но купить такой телевизор и кайфовать от сюжета, от игры, вы, конечно же, будете. Но я бы посоветовал, если есть возможность, чтобы вы получили максимально от приставки, получили максимальное количество эмоций, конечно же, взять телевизор, который максимально вытащит с приставки все ее возможности. Но программа минимум, конечно же, этот телевизор выполнит. То есть, в принципе, здесь уже выбор за вами. Ну что, ребят, какой хочется сделать вывод? Как я люблю говорить, что никогда вам за те же самые деньги лучше не сделают. То есть, по факту, мы получили просто измененный дизайн и немного другую калибровку. Тип матрицы, тип подсветки, настройки, операционная система абсолютно одинаковые. То есть, здесь уже выбор за вами. Я считаю так, что какой телевизор будет лучше по цене, то есть, какой будет по акции, такой есть смысл брать. По поводу вот этих проблем с засветами, здесь, повторюсь, не угадайте. Там уже ждет вас сюрприз дома. То есть, когда вы придете домой, выключите свет, и там вы уже поймете, есть ли засветы, и насколько они сильны. Конечно же, черные здесь будут слабы, так как это DS-матрица. То есть, здесь не нужно ждать хороших результатов. Но, когда есть вот такие дикие засветы, некоторых людей это немного раздражает. В принципе, вот такой обзор получился. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте поставить лайк. Мне будет приятно, и я пойму, что такие обзоры вам нравятся. Ну и повторюсь, если вы с Донецкой хотите купить такой телевизор, ссылочку я оставлю в описании под видео. Всем спасибо. Пока-пока.